Это видео о нашем опыте использования одной из самых ранних ловушек для рыбы, капканье из травы и веток. Помимо рыбы туда охотно заплывают лягушки, а иногда даже змеи. Но речь идет о рыбе. Применение этой ловушки дает особое понимание того, что процесс рыбной ловли может быть предельно простым. Конечно в тех местах где она есть. Это самый крупный экземпляр щуки, который мы поймали за 5 дней постоянного использования и проверок этой ловушки. Отлично. Рыба один из самых доступных источников пищи на природе. Примитивные методы ее ловли не были такими изощренными как современные. Ее глушили палками и камнями, загоняли на мелководье, строили каменные запруды и просто доставали руками из зарослей водной растительности, предварительно прижав ее ко дну. Ловили ее и в такие капканы из травы. Все что потребуется для изготовления этой ловушки – трава и ветки. Начнем с веток. Мы традиционно привыкли использовать ветки тальника. Его прутья длинные и гибкие. Именно из них мы сделаем импровизированный каркас для будущей ловушки. 15-20 прутьев будет достаточно. Если брать больше, обращаться с таким капканом будет нелегко, особенно с намокшим. Теперь дело за малым. Срезать побольше травы. А сок идеально подходит для наполнения ловушки. Длинная и жесткая. Здесь действует правило – чем больше, тем лучше. В погоне за количеством не забываем о том, насколько ей просто порезаться. Поэтому действуем без спешки и аккуратно. Именно асока будет играть роль капкана и удерживать рыбу в ловушке. Многие удивятся. Ведь рыба плавает в воде и спокойно обитает в водоемах густо заросшими водорослями. Разве может она запутаться в траве? Ответ – может. Хотя делает это не так уж и часто. Однажды мы видели, как кщуренок запутался в одном стебле в водоросле. Если бы мы не помогли ему, он так бы там и остался. Спустя несколько лет мы узнали об этой примитивной технике устройства рыбной ловушки. И почти не были удивлены. Итак, как же сделать этот примитивный капкан из травы? Все просто. Сначала ветки укладываются веером. На них один за другим от начала и до конца пучками укладываем асоку. Но делаем это не хаотично. А таким образом, чтобы плотность пучков увеличивалась от входа к ее концу. В этом и кроется вся хитрость этой техники. Чем дальше рыба заплывает в ловушку, тем меньше у нее пространства для движения. Именно поэтому ловушка своеобразный капкан, в который просто заплыл, но сложно выплать из него. Хотя для рыбы больших размеров сделать это не представляет особого труда. Но об этом позже. А пока вернемся к устройству ловушки. После укладки травы третьим слоем снова кладутся ветки. Перевязываем тем же тальником в двух местах. В основании, где перевязка должна быть максимально плотной. И ближе к середине. Но не плотно, а так, чтобы внутри было относительно свободное пространство, забитое травой. В итоге должен получиться своеобразный букет из травы. Теперь капкан можно устанавливать. Ставим мы его в прогалинах между водорослями. Пользоваться этой ловушкой имеет смысл только тогда, когда рыба близко подходит к берегу. Это можно понять или вечером, или ранним утром. Если рыба активно питается в водорослях, капкан можно смело ставить. Если признаков кормления рыбы в водорослях нет, ловить рыбу таким образом не следует. Мы установили эту ловушку в надежде поймать крупного головля. Который нам на удивление был не на перекате, а спокойно плавал между водорослями. Ловушку мы ничем не огружаем. Такой ком травы вряд ли утащит кто-то из местной фауны рыб. Ветви, снегусто уложенные травой на входе, дают хорошую тень и чувство укрытия для малька. Это очень комфортное место для маленькой рыбешки. Стоит ли говорить о том, что привлекает в это место хищника. Охотясь на малька, хищник совершает быстрейшие броски. Если траектория его движения будет направлена внутрь ловушки, он непременно окажется там. Весь вопрос в том, хватит ли у него сил оттуда выбраться. Когда его движения будут скованы плотно уложенной травой со всех сторон. Несколько слов об уловистости капкана из травы. За 5 дней мы поймали всего 2 щучки. Ту, что покрупнее, мы показали в начале. Второй щуренок оказался меньше. Головля нам поймать не удалось. Поэтому уловистое эту ловушку в сравнении, скажем, с вершей, трудно назвать. Другой вопрос, что за время изготовления верши можно сделать десяток таких ловушек. И шансы остаться с уловом возрастут многократно. Подходить к ловушке следует как можно тише, чтобы не спугнуть рыбу. Несколько раз прямо у нас на глазах рыба вырывалась из нее, причем откуда-то сбоку. Поднимаем снизу. И здесь важно действовать без промедления. Поскольку вместе с выходящей водой из капкана может выйти и рыба. Такое у нас тоже бывало. Поэтому подняв капкан, как можно быстрее бросаем его на берег. Где хорошенько поворошив его, можно либо обрадоваться, либо огорчиться. А радость это по-настоящему необыкновенная. Поймать рыбу на по сути обыкновенную траву. Даже если рыбалка это носит спортивный интерес. И важно не наловить, а просто поймать и отпустить. Ну а с вами были мы, лесные. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok